всем привет с вами ольга сухова и сегодня я хочу рассказать вам как можно задекорировать вот ту самую птичку которую я делала из гипса но это может быть естественно и птичка и какой-то другой зверек или какой-то узорчик ну что у вас сделано вот та самая птичка отливку который я делала в прошлом мастер-классе также предыдущем мастер-классе я показывал как сделать силиконовую форму с мастер-модели вот у меня есть готовая птичка уже она покрыта слоем пропитки циризит 17 и также покрыта одним слоем белой акриловой эмали вот смотрите каких птичек красивых я разукрасила с помощью красок вот как разукрашивать этих птичек здесь в принципе советов сложно дать это просто берется обыкновенные акриловые краски и разукрашиваете вот эту вот уже готовую отливку при помощи них как разукрашивать здесь вот чисто по картинке смотрите кисточка обыкновенная краски обыкновенные все это получается сегодня я хочу вам рассказать немножко о другом способе декорирования таких птичек гипсовых вот за основу у меня опять же есть вот такая птичка моя беленькая я сегодня буду декорировать ее при помощи водной морилки маринка я взяла цвет палисандр она самая темная из этих морилок с коричневым оттенком без красноты вот одна из моих любимых и с помощью нее я сегодня буду делать это все вам показывать как это все выглядит я вам покажу буквально на 2 секунды в маленьком ролике я вам покажу мои домики для птичек которые висят у меня на балконе на улице в прошлом году я делала вот такие скворечники вы наверняка их у меня видели они висят у меня год и как видите практически ничего с ними не случилось не зимой не летом все хорошо и на них вот такие птички покажу вам крупнее их у меня два немножко отличаются но вот сами птички сделаны из гипса отлитой формы и обработаны тем самым способом который я сегодня хочу вам показать и вот так же птички у меня сделано вот на этом сердечке то же самое очень симпатичные получаются и декорированы под стиль вот этой самой морилки вот вы посмотрели небольшое видео как выглядят эти птички декорированные при помощи морилки и которые как вот я еще раз подчеркну висят у меня на улице и зимой и летом и вот сейчас я буду декорировать вот эту птичку надела перчатки потому что морилка но хоть отмывается конечно хорошо но лучше конечно на руки не попадать чтобы их лишний раз не мыть еще раз повторю вот эта птичка у меня покрыта слоем пропитки и слоем белой эмали акриловой эмали подчеркиваю если у вас это вот ну какое-то изделие не пропитана краской то эффект будет немножко другой после морилки и какой именно я вам покажу в конце вот этой вот работы чтобы вы увидели отличие как раз значит я взяла еще раз показываю морилку на водной основе цвет палисандр и обыкновенная кисточка я просто сейчас буду красить вот эту вот птичку всю целиком вот видите краска вот это вот морилка попадает вот в эти ложбинки то есть она затекает внутрь вот этих ложбинок то что птичка у меня очень фактурная такая хорошенькая вот и как раз вот этот вот эффект получается вот очень нужным нам в этом вопросе чтобы все как раз было такое объемненько и фактурное и вот я ее просто вот так вот все окрашиваю одним слоем пока вот этой вот морилки и чтобы вот не было вот этих вот подтеков что я делаю теперь вот я и всю прошлась но сильных подтеков смысле я просто беру вторую кисточку сухую и видите вот 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 я прохожу по этой птички и вытираю просто о салфетку то есть я убираю пока излишки вот этой вот морилки которые у меня тут растеклась тут было при этом равномерности не было ведь я перчатками держу она пятна оставляет то есть нужно поставить взять какую-то может быть даже сейчас я какую возьму вот тарелочку что ли на тарелочку так поставлю ее и просто вот этой вот сухой кисточкой уже пройдусь по по всем местам птички вот в таком виде птичку нужно оставить на какое-то время но нужно вот этот вот слой морилки просушить полностью и теперь смотрите сейчас я вам покажу птичку которую я окрасила также слоем морилки но эта птичка у меня не была обработана вот этим слоем краски видеть в чем разница какая разница получается здесь краска не пропускает морилку вглубь себя но в гипс соответственно а здесь получился это тоже один слой здесь нанесен вот этой же морилки и на немножечко подсохла уже она становится вот такая вот розовая и равномерная то здесь нет защитного слоя краски вот в этом разница то есть смотря какую птичку вы хотите сел сделать в соответствии соответственно вы и работаете то есть либо с краской либо без вот птичка у меня подсохла я воспользовалась феном чтобы ее подсушить значит я начинаю наносить вот на эту птичку второй слой морилки вот стараемся чтобы все это равномерно ведь какой красивый уже получается как узор что ли вот эта вся фактура птички на прям проступает то есть чем больше будет вот этих слоев морилки тем будет есть интересней эффект то есть здесь остановиться можно в любой момент какой вот вам нравится эффект такой надо сделать на тот момент остановиться можно вообще сделать проще если у вас много морилки вы можете просто поставить птичку в какую-то миску или пластиковую там посудину и просто и и сверху от этой морилкой полить ну то есть старайтесь чтобы не было луж в тох в том месте где они вам не нужны чтобы было все красиво вот как то вот так вот вот еще все пройдусь чуть-чуть здесь а вот эта птичка я просто сделала еще одну она пока с одним слоем морилку теперь видите какая разница уже получается более рельефная такая и опять же она уже приобретает такой красивый оттенок эту птичку сейчас я попробую таки полить морилкой если у меня это получится я вам показываю эти способы просто чтобы знание их они принципе похожие то есть суть суть получается практически одинаково но может быть так вам будет удобнее и быстрее делать вот я таким способом тоже делала вот смотрите я взяла горшок потому что то есть с мисками как-то не влезает никуда эта птичка взяла эту птичку вот пихаем ее грубо говоря в горшок головой и теперь я беру эту морилку которую меня здесь осталось но весь мало я просто еще одну бутылочку притащила и просто я поливаю вот таким образом не пугайтесь начинаю купать нашу птичку получается ведь тоже самый эффект только гораздо быстрее все это чем кисточкой вот я искупала ее сейчас она вся немножко стечет и макаю хвостик то есть по сути получается то же самое ведь я ее облила и она получилась точно такая же как первая окрашенная кисточкой ну немножечко опять же можно убрать в тех местах где слишком большие лужи в глазках частности может быть даже такой способ лучше потому что он быстрее работает и он более качественно прокрашивает вот эту вот заготовку потому что он за один раз все сразу просит вот я елку ну это потом сливается все обратно в бутылку соответственно и все и теперь оставляем эти вот заготовки обе сушиться на воздухе желательно а вот эту птичку я специально вот тоже ее как бы параллельно делаю эту птичку я покрасила вторым слоем морилки кисточкой это у меня напоминаю птичка который просто гипсовая не обработана краской вот видите опять же в чем очень сильная разница но тем не менее обе птички будут в конце смотреться очень симпатично они будут разные соответственно но смотреться будут очень красивые та и другая вот посмотрите эти птички я обработала в итоге пять раз то есть я просто в этом горшке их купала не стала использовать кисточку просто взяла за хвост окунула и в горшок и получилось то же самое гораздо быстрее у вас теперь будет целых два варианта как можно сделать декорировать вот такую птичку либо там какого-то другого зверька и как только все это высохнет вот тогда я буду уже делать дальнейшее декорирование то есть не морилкой уже а дальше уже белый клуб белой краской будем использовать белую краску работе ну и возможно сейчас еще глазки подкрасим вот этим птичкам которые светленькие чтобы было красивее птички хорошо высохли и вот смотрите теперь какие они стали и сейчас я буду рисовать птичкам глазки нам нужно черная акриловая краска обычная любая совершенно акриловая кисточка тоненькая и водичка и какая-то вот бумажка который хорошо впитывает воду но в частности какой-то кусочек за брошюрки я взяла так что делаем берем кисточку окунаем воду и берем на нее немного краски вот наносим сначала сюда чтобы смахнуть лишнее опять же снова ее вот так вот слегка смачиваем то есть не уже не вытираем и теперь этой кисточкой наносим вот вокруг глаз глаза этой птички просто вот такую лужицу делаем то есть сама вот эта жидкая мокрая краска сейчас войдет конкретно вот в эти вот дырочки ячейки которые вокруг глаза то что он сейчас испачканный это ничего страшного сейчас нам главное вот этот вот вокруг ореол обработать краской то есть чем больше сейчас воды тем лучше обрабатываем сначала вот эту область которая вокруг глазика века что ли как назвать наверное это века вот так теперь смываем кисточку полностью окунаем вернее смахиваем воду вот об эту бумажку и вот этой полусухой кисточкой начинаем вокруг глазика вот так вот все это дело убирать то есть убираем излишки вот этой вот нанесенной краски она прекрасно убирается излишки вот воды стекают как раз в центр глазика то что нам собственно и надо и все получается чистенько то есть если вы допустим где-то что-то измазали нанесли лишнюю краску вот такими вот движениями сухой кисточкой мокрой сухой вернее мокрой чистой кисточкой можно все это вот убрать вот получается примерно вот такая сейчас картина то есть я немножечко глазки такие веки ей подвела процесс не быстрый сразу говорю поэтому тут вот надо именно постепенно постепенно красит туда будет красиво не спешить окунаю кисточку и вот уже с краской конкретно теперь я наношу эту краску на глаз на сам глаз сам глаз сейчас мокрый и краска должна хорошо распределиться вот так получается ведь ведь какая уже разница как глазик получается и соответственно 2 птичка совершенно изменилась так и теперь я еще раз смываю кисточку полностью смываю под подсушиваю и прохожусь вот по этому контуру еще раз убирая как раз вот излишки возможные излишки вот этой вот черной водички то есть вот тут как бы до идеала доводим все вот это вот пространство если что-то вам там кажется много возьмите просто сухую кисточку вот абсолютно сухую кисточку новую и вот ей тоже самое вот так раз я убрала значит смотрите если вы ошиблись где-то просто берете мокрую кисть и смываете все это это все смывается очень легко вот такая получается прекрасная птичка ну прекрасно для меня прекрасные вот такие глазки у меня хорошенькие и у меня осталось еще вот эта птичка ей я точно также сейчас попробую подкрасить глазки немножко но показывать не буду здесь такой же точно процесс вот такие глазки меня получились мы здесь соответственно чтобы сделать белую тонировку птичек берем акриловую краску берем какую-нибудь кисточку желательно вот я беру пошире и по ну папа постаре и как бы пить она такая раздербанена и все у меня вот такой кисточкой получается лучше нежели вот новый окунаем кисточку буквально капельку вот в эту краску дальше берем какой-то лист бумаги вот желательно опять же впитывающий и вот так вот ее вытираем можно а салфетку на салфетки будут очень сильно размокать и вы их будете выбрасывать то и дело и теперь но начиная где-нибудь снизу чтобы понять как она работает начинаем такими легкими вот движениями махать по вот этой вот поверхности птички направление вот этих вот мазков смотрите как вот вам вам нравится они должны ложиться красиво вот я так скажу то есть можно вот так проводить можно вот так то есть смотрите как вам опять же как все это идет и видите такая получается начинает становиться немножко такой белесенькой белесенькой то есть краска белая ложится на те места которые у птички выпуклые вот как раз морилка у нас легла на углубление а белая краска ложится на выпуклости и вот видите я вот сейчас просто тонирую вот эти вот крылышки видите как получается красиво это вот на этой птичке на той будет еще красивее вот я прошлась по всей птичке как видите отличие очевидное и очень красиво стало я опять же обмакиваю кисточку в краску то есть делаю кисточку как надо суши потому что птичка темная сейчас сразу будет видно и опять же начиная с низа значит смотрите движение должны быть такие нежные нежные то есть не нажимаем сильно то есть как можно нежнее вот эти вот движения но смотрите как у вас идет и соответственно нажимаете либо не нажимаете сильнее в глазки стараться не лезть но тем не менее их обработать обязательно тоже надо так теперь я еще раз видите какая красивенькая получается еще раз макая в краску более пожирнее и сейчас я сделаю акцент на крылышках более такой выраженный то есть теперь у меня движение какие значит я хочу сделать вот в таком направлении более сильный акцент то есть я вот так вот и пачка видите что получается крылышки получаются более такие выписанные прописанные как правильно сказать то есть больше больше видно и хвостик соответственно вот так вдоль вернее поперек хвостика вдоль этих линий получается то есть выделяя вот эти вот выпуклые места у птички то есть тут главное тоже не перестараться потому что все хочется сделать идеальнее получается как всегда так теперь я беру кисточку обычную обмакиваю воду и вот этот глазик немножечко сейчас почищу чтобы он был черненьким так и это тоже потому что я их измазала вот такая получается чудо птичка вот смотрите вот они три сейчас я вам все три покажу и будут вид давайте так поставим чтобы было видно всех и будет хорошо видно разницу вот эти две с тонировкой это без тренировки хотя можно так оставить смотрите они получаются все совершенно разные мои птички полностью высохли теперь осталось только нанести слой лака это акриловый лак и наношу его кисточкой вот такой большой мягонькой кисточкой немножечко набираю на кисточку и промазываю вот эту вот птичку ну тут приходится мазать в два-три этап потому что держать ее неудобно но я начинаю например например с головки чтобы не было подтеков я сразу промакиваю этот лак при помощи поролон поролончика либо поролоновой губки что угодно можно валиком как вам удобнее то есть вот так я убираю излишки вот этого лака то есть не оставляю подтеков наносить лучше именно кисточкой потому что она промазывает все вот эти вот щелки и дырочки и так далее и получается более равномерное нанесение то есть вот в принципе и вся наша работа по этой птички то есть из обыкновенной белой птички можно сделать как раскрашенную птичку стилизованы под какую-то определенную птичку так и вот такие вот винтажные птички которые тоже очень красиво смотрятся и они вот используются в украшениях наших помещений наших комнат и так далее на этом мой мастер-класс по декору птички закончен надеюсь он вам понравился и пригодится вот таким способом можно декорировать естественно не только птичку но и какие-то другие предметы какие-то узоры все что угодно все что сделано допустим вас из гипса всем спасибо за внимание и до новых встреч и